Дискуссия об автоматической системе экстренного торможения AEP. На самом деле мы понимаем, что компания Chedi проводит крупномасштабные стандартизированные испытания AEP в течение четырех лет. Методы и оборудование, которые мы тестируем, постоянно совершенствуются, и уровень технических характеристик тестируемых моделей также постоянно повышается. Так что сегодня мы выбрали несколько популярных моделей, чтобы посмотреть, каковы их технические характеристики. Логика некоторых моделей подсказывает, что риск столкновения с таким предметом невелик, или что необходимо предотвратить случайное срабатывание. Поэтому меры экстренного торможения приниматься не будут. Таким образом, используя такой эффективный тест, невозможно проверить истинный уровень транспортных средств A и B. Таким образом, все протестированные нами фиктивные бронированные машины оснащены той же реальной зоной отражения радара, что и настоящие транспортные средства. А это также то же оборудование, что и у европейского НКБ. После того, как мы поговорили об оборудовании, наше тестирование официально началось. Я тоже впервые в жизни разогнался до 30 км в час. Давай, давай все вместе. Конечно же, мы выбираем адский уровень сложности. Первый проект — пара неподвижных детских манекенов Night AB. Что касается транспортных средств, то каждое слово статика в ночное время создает дополнительные трудности. В этом проекте производительность Evo T11 и Xeopeng G6 была очень удивительной. Они оба, как и в NG-M5, могут пройти тест на скорость 60 км в час, когда небо не такое темное, но ночью Xeopeng G6 кажется слепым. И даже не может пройти тест на скорость 30 км в час, а Evo T11 действительно может пройти тест на сверхскорость 80 км в час, который был добавлен по настоятельной просьбе пользователей сети в комнате прямой трансляции и постоянно проводит пальцем по экрану WinG-M5. Останавливается на тесте на скорость 40 км в час, с максимальной скоростью движения 30 км в час. На самом деле, при скорости 40 км в час, окружающий мир не совсем перестает реагировать, но время распознавания запаздывает. Несмотря на то, что машина резко затормозила, она все равно врезалась в манекен, но ущерб был в определенной степени смягчен. В дополнительном тесте Xeopeng G9 прошел только тест на скорость 30 км в час. Камера DENCY N7 оснащена лидаром, Geek X радаром миллиметрового диапазона, а Tesla Model 3 решением Pure Vision. Как и Xeopeng G6, она не прошла тест на минимальную скорость. Можно заметить, что аппаратное обеспечение не полностью определяет результаты тестов AM. Проект Static Fake Car имитирует неисправный автомобиль, припаркованный на дороге ночью. Хотя он и размещен статично, по сравнению с детскими манекенами, поддельные автомобили крупнее, их относительно легко идентифицировать, и у них достаточно времени на реакцию. В этом проекте и Venge M5 и Evo T11 смогли стабильно тормозить и останавливаться в тесте на скорости 80 км в час, и чем выше скорость, тем раньше появляется предупреждение и увеличивается тормозной путь, что придает людям большую уверенность. Стоит отметить, что новая версия Tesla Model 3, в которой используется технология Pure Vision, действительно может достичь чрезвычайно высокой скорости торможения и остановки в 80 км в час, в ходе дополнительного теста, что очень удивительно. Максимальная скорость обхода препятствий в Tencent N7 Extreme X составляет 60 и 40 км в час соответственно. На более высоких скоростях, несмотря на распознавание и торможение, столкновения избежать невозможно, потому что реакция слишком запоздалая. В дополнительном тесте оба Siapeno преодолели препятствия только на скорости 40 км в час. Пока скорость немного выше, невозможно распознать фальшивую машину, которая врезается слишком поздно. Манекены и поддельные автомобили являются стандартными идентификаторами в тестах EEP, а двухколесные транспортные средства идентифицировать относительно сложнее. Но в этом проекте Venge M5, Evo T11 и Tencent N7 могут стабильно тормозить и останавливаться на максимальной тестовой скорости 60 км в час. Более того, чем быстрее оба брата Huawei, тем раньше сработает сигнализация и торможение. Xiapeng G6 Pole X Tesla Model 3 может пройти начальный тест на скорости 30 км в час. И хотя Xiapeng G9 может распознавать и энергично тормозить, уменьшая повреждения, но все же не избежал столкновения, став единственной моделью в этом проекте, которая была пройдена. Благодаря этому сверхсложному тесту для нас не составило труда обнаружить, что влияние ночного тестирования на некоторые модели действительно очень велико. И разница в освещенности между каждым тестом также окажет определенное влияние на результаты. В дополнение к условиям освещения, расположение целевых объектов и режим движения транспортного средства в этом тесте не совсем совпадают с фактическим измерением силы. Поэтому результаты также будут отличаться. Если вы хотите узнать больше о работе вспомогательных функций, таких как A, B, A, C и т.д., вы можете просмотреть данные о рейтингах в таблице лидеров на главной странице приложения CarEmpera. В конце программы мы все равно должны напомнить тебе, что E, B – это всего лишь вспомогательные функции. На данном этапе безопасность вождения все еще находится в руках самого водителя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok